Знаете, интересно, что когда мы, написано, живем в мире грешном, прелюбодейном, князь мира сего есть сатана, враг наших душ, он есть отец лжи, обманщик, и он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, погубить. Знаете, интересно, когда смотришь на людей, как иногда люди могут искусно обманывать, порой мошенники, какие только способы не находишь, чтобы обманывать людей. Недавно прочитал такую статью, как в Москве поймали одного мошенника, который обворовал женщину, 21 год девушке, он ее обворовал, в 23 году огромная, большая сумма, у нее на счету были деньги, эти мошенники позвонили, убедили ее в том, что у нее хотят снять деньги, что нужно срочно перевести деньги на безопасный счет. Она что-то 26 миллионов снимает, представляете, копила, не знаю, сколько там, как вот, в общем, 26 миллионов снимает, переводит эти мошенника. Через некоторое время ей звонят, и снова как-то ее убедили, не знаю, как вот они так искусно могли подойти, и убедили ее в том, что ее квартиру заложили, взяли под ее квартиру кредит, заложили, что нужно срочно квартиру продать в Москве, которая там 100 миллионов стоит квартира, она продает эту квартиру и переводит деньги тоже этим мошенникам. Всего лишилась. Думаю, 31 год, вроде бы, ну, не пожилая девушка, и вот как так ее обманули? Когда, знаете, мы начинаем думать, что, знаешь, я могу как-то, я поверил, я верующий, и поэтому я верю в то, что я смогу там устоять, против веры и так далее, меня дьявол никогда не обманил. Вы знаете, вот, и порой, знаете, мы так обманываемся, он очень искусственный обманщик. Послание Галата мы читаем, как апостол Павел пишет, что, друзья, что с вами произошло? Когда-то я к вам приезжал, и когда передал вам Евангелие, с какой вы радостью приняли эту благую вещь, как вы обрадовались, ну, что с вами произошло? Кто вас одурманил, обманул, что вы поверили в другое Евангелие? Когда-то вы с радостью приняли эту благую вещь, но теперь вы поверили в другое Евангелие, вы начинаете думать, что для того, чтобы вам обрести спасение, спастись, вам нужно что-то для этого сделать. И вы начали по духу, заканчиваете по плоти, начинаете уповать на дела закона и пытаясь этими делами закона как бы заработать спасение. Вот кто вас так обманул? Вы знаете, дьявол так вот искусно подходит и обманывает. Вот я хотел бы прочитать первое послание Коринфянам, 15 глава. И вот послание Коринфянам апостола Павла пишет, он их там и обличает, и наставляет. И мы видим, как в этой Коринфянской церкви, это, ну, не первый год они верующие, и чудеса среди них происходили, дары Духа Святого проявлялись. И вот он в 15 главе первым стихом пишет, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, эту радостную новость, благую весть. Я хочу вам напомнить то, во что вы уверовали, то, что вы приняли. Вы знаете, как важно, братья и сестры, нам напоминать себе Евангелие, потому что мы его, к сожалению, забываем. К сожалению, мы так с радостью приняли эту благую весть, когда мы когда-то были грешниками, как Писание говорит, что мы были мертвы духовно, мертвы по своим грехам, по своим преступлениям. Но однажды мы услышали эту благую весть о том, что Бог нас любит, Он нас принимает. Иисус Христос, Он умер за нас, вместо нас на Голгофском кресте. Он воскрес для нас. И вот нам даровано спасение, и мы Его приняли. И с какой радостью мы приняли это Евангелие? Как вы знаете, мы видим, как люди приходят и каются, идут, плачут, у них слезы радости. Им прощены грехи. Они имеют вечную жизнь. Вот точно так же, когда ты смотришь на них, ты вспоминаешь, как когда-то нам передали эту благую весть, когда-то нам рассказали о любви Божьей, как мы приняли эту весть, как мы приняли это Евангелие, мы ликовали и радовались. Но потом проходит время, и сегодня иногда задаешь вопрос верующим людям, которые давно в церкви, уверены ли вы, что если вы расстанетесь с жизнью на этой земле, попадете в Царство Небесное? И знаете, к сожалению, так мало слышишь положительных ответов. Вроде человек в церкви, он когда-то принял Евангелие, сегодня спрашиваешь, есть ли у тебя уверенность? К сожалению, не у всех она есть. И когда задаешь вопрос, что, а вот если Бог спросит тебя, вот почему я тебя должен впустить на небеса, часто люди отвечают и рассказывают о том, как они стараются жить праведно, о том, как они стараются что-то сделать для того, чтобы им, чтобы они были достойны иметь вечную жизнь. Что с нами происходит? Забываем Евангелие. И поэтому апостол Павел, он писал, он обличал Коринфскую церковь, вот он говорит, что я напоминаю вам, я хочу напомнить вам благую весть, которую вы когда-то приняли, и в которой вы утверждаетесь. Вот нам, знаете, нужно эту благую весть принять, и в ней утверждаться. То есть, знаете, твердо на этом стоять, на этом строить свою жизнь, вот на этой благой вести, которую мы приняли, и через эту благую весть, которую вы приняли и утвердились, это 1 Коринфянам 15 глава, 1 Послание Коринфянам 15 глава, с 1 стиха ниже будем читать. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовала вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподано, удерживайте так, как я благовествовала вам. То есть, знаете, как важно нам сохранять вот так, как мы это услышали с вами. Когда мы услышали, как мы услышали эту благую весть, которая нам принесла радость, мы ее приняли, и мы пережили. Внутри это подтверждение у нас было, что мы прощены, мы прощены, мы имеем вечную жизнь, потому что Бог нам ее даровал. Нам не было вменен грех, нам грех прощен. Бог даровал нам спасение. Как важно, чтобы мы вот это удержали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Вот в чем ее заключается эта благая весть. это в том, что Иисус Христос, Он умер за Твои и мои грехи. Аминь. За наши грехи. За грехи наши личные. За грехи, которые мы когда-то сделали. За грехи, которые сегодня мы совершаем и будем совершать. Вот за все эти грехи, за все эти грехи Иисус уже умер, пострадал, братья и сестры. Он умер за наши грехи по Писанию. Он был погребен, и Он воскрес в третий день по Писанию. Вот Иисус Христос, Он умер за наши грехи, Он заплатил. Потому что мы знаем, возмездие за грех – смерть. Если мы исполняем весь закон, вот мы такие идеальные люди, живем на этой земле, что мы совершаем весь закон. И мы читаем, вот Ветхий Завет, и там прописано все эти постановления, законы, эти нравственные правила поведения, которые у нас должны быть. И мы понимаем, что, слушайте, это так сложно вот это все исполнить. Чтобы даже не пожелать у ближнего чего-то. Чтобы даже не подумать, это же так вроде бы сложно. И даже если мы стараемся жить так правильно, и может быть все мы исполняем, но хоть одну заповедь нарушили, мы преступники. А возмездие за грех – что? Смерть. Поэтому вот законом нам показано то, что нам невозможно спастись. Никак. Мы не можем сами себя спасти. Мы не можем достигнуть совершенства. Мы не сможем самостоятельно прийти на небо. Это бесполезно. И вот благодарение Богу, что Он Сам пришел на эту землю, и Он вместо нас, за все наши грехи, умер и воскрес. И мы воскресли вместе с Ним. И вот это спасение, друзья, оно нам даровано. Даровано. Это самый великий, самый мощный подарок, который мы имеем. К сожалению, знаете, мы, имея какие-то небольшие подарки на этой земле, там, ликуем, радуемся. Вот недавно детям купил, новые телефоны взяли. Купил, купили. И вот когда им выдавали, какие они счастливые. Ну что это телефон по сравнению с спасением души? Это вообще мелочь. Поро, знаете, мы таким мелочам так радуемся, и забываем радоваться, благодарить Бога за самый великий дар, который ни за какие деньги не купишь, не заработаешь. Это спасение. И как важно нам его принять, этот дар, и сохранить, чтобы мы берегли его, хранили, сделали все, чтобы не позволили врагу украсть. Он ходит вокруг, и Он будет пытаться нас обманывать, что оно тебе не принадлежит, а тебе нужно еще что-то для этого сделать. А ты еще недостаточно совершенный, ты еще недостаточно изменился, и тебе нужно что-то сделать, чтобы ты действительно был спасен. Но Бог не вменяет никакого греха. Он даровал нам, и поэтому нам нужно взять, принять, и радоваться, и сохранять, не отказываться от Него, не позволить дьяволу обмануть, что мы этого не достойны. Мы, действительно, мы не достойны, и вот есть любовь Божья в том, что мы не достойны, а мы получили этот дар. Мы не заслужили, а у нас Он есть. Мы Его получили. Благодаря тому, что Христос, написано, Он взял на Себя наши грехи, и Он воскрес для нашего оправдания. Ефесянам Павел пишет, послание Ефесянам, 2 глава, 4 по 9 стих прочитаем. «Бог богатый милостью по Своей великой любви». Знаете, у Него не много, а Он написано «богат милостью». У Него много милости для нас. И по Своей великой любви, не просто по любви, а великой любви, возлюбил нас. Когда? Когда мы стали хорошими. Нас, когда мы были мертвы по преступлениям, мы были мертвы по своим преступлениям, Он нас возлюбил. И Он нас оживотворил. Где? Как? Во Христе. Не мы сами себя оживотворили благодаря хорошим делам. Благодаря тому, что мы изменились, все мы ожили, стали достойны вечной жизни. Но мы ожили во Христе, потому что благодатью вы спасены. Благодать, незаслуженная милость – это дар. Воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе. То есть мы во Христе уже посажены с вами на небесах. Дабы и ведь в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, но это есть Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Вы знаете, нам действительно нечем хвалиться. Не от дел. Не от того, что мы стали хорошими, изменились, стали делать добрые дела, стали хорошими людьми, и мы стали достойны вечной жизни. Нет. Не от наших дел. Мы ничего не могли сделать, и мы ничего сегодня с вами не можем сделать для того, чтобы нам спастись. Все, что нам нужно, просто взять этот подарок. Аминь. Вы знаете, когда вы кому-то дарите подарок, то что вы ожидаете? Что человек возьмет с радостью и просто будет вам благодарен. Взамен вам не надо ничего, там, денег, чтобы он вам заплатил и так далее. Вы сделали подарок, ну, от сердца, искренне. Просто хотите сделать для человека приятно. И для вас радость, когда человек принимает и радуется, как вот буквально на днях детям дарили телефоны, то все, что мы не говорили так, дети, вы знаете, вы нам должны будете. А вам нужно что-то отработать, что-то сделать. Нет, это просто подарок. Держите. Мы любим вас. И когда вы берете и радуетесь, мы еще больше радуемся. Вот точно так же сегодня Бог, Он дает нам этот подарок. А нам нужно просто его взять. И как мы берем этот подарок? Верой. Верой. Вера – это и что такое? Написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верия есть доверие. Вот мы доверяем, мы верим. И когда мы доверяем, верим, принимаем, то мы это получаем с вами. Аминь. Вы знаете, мне понравился такой пример веры. Вот есть, как написано, мертвая вера, есть живая вера, да? Вот какая это живая вера? Вот я когда-то прочитал эту статью, но не смог ее найти. Хотел снова ее перечитать, поэтому я по памяти расскажу. Это водопад Виктория, один из красивых, огромных водопадов. Там, над этим водопадом был натянут канат. И один канатоходец, там собралось множество людей, они наблюдали, смотрели, этот канатоходец, он прошел через этот, над этим водопадом, туда и обратно. И, знаете, восторженная толпа, это рукоплещет. Слушай, говорит, молодец, здорово, как ты прошел, вообще классно. Он говорит, слушайте, а верите в то, что я могу еще раз пройти? Они, конечно, там, верим, верим, да, ты сможешь. Он говорит, слушайте, а верите в то, что я могу на себя посадить человека и с человеком пройти туда и обратно? И толпа людей, да, мы верим, сможешь. Он говорит, слушайте, а кто готов сесть? Кто готов, чтобы я его понес? Ни одного желающего. Вы знаете, но у него был сын, и он взял сына. Он наделал корзину на себя, и в эту корзину сел его сын, и вместе с сыном он перешел над этим водопадом туда и обратно. Вы знаете, что значит иметь вот эту живую веру? Что значит вот поверить Богу? Поверить вопрос своего спасения? Это подобно тому, как мы, как будто этот канатаходец, это Иисус, который нам обещает, гарантирует, что во мне вы посажены на небесах, со мной вы дойдете в небо. И все, что вам нужно, это то, чтобы вы поверили, чтобы ваша вера была не мертвая, как у тех людей, которые когда-то верим, а садиться в корзину никто не согласился. Но чтобы у нас была такая вера, как у этого сына, который сел в эту корзину и сказал, что папа, я тебе доверяю. Вопрос моей жизни. Я доверяю тебе, что мы вместе с тобой пройдем на ту сторону и вернемся обратно. И все, что нужно было делать сыну, это просто спокойно сидеть в этой корзине и доверять своему Отцу. Вот точно так же, друзья, вот нам нужно иметь такую же веру в свое спасение. Вот нам ничего не нужно доделывать, приделывать и так далее, дорабатывать что-то. Нам нужно довериться нашему Господу Иисусу Христу, то, что Он вместо нас умер, на третий день воскрес, и то, что мы в Нем воскресли, и в Нем мы уже посажены на небесах. И это факт, в который мы верим и мы доверяем, и поэтому мы уже ничего к этому не прикладываем. И когда, может, у нас появляется вопрос, а уверен ли я? Вот в чем наша уверенность? Если наша уверенность в том, что, ну да, я изменился, стал лучше, я прочитал Библию, хожу в церковь, то, знаете, мы не в то Евангелие верим. Мы начинаем верить уже в свои дела. Но когда мы говорим, что я верю в то, что Иисус Христос, Он все сделал для меня, Он взял на Себя мои грехи, и в Нем я посажен на небесах, и я Ему полностью доверяю. И, знаете, вот такая у нас должна быть вера. А как нам обрести такую веру? Как ее обрести? Мы с вами уже поверили, но нам нужно эту веру укреплять. И, знаете, нам не нужно как бы спасать себя, мы уже спасены. Но нам нужно, написано в Писании, нас призывают укрепляться в вере, возрастать в вере. То есть, возрастать в нашем уповании, в нашем доверии, в нашей надежде на Господа. И, знаете, однажды Иисус Христос, Он взял маленьких детей, Он говорит, что друзья, обращаются к взрослым. Вот если вы не станете, как эти дети, вот чтобы, вот если вы не станете такими наивными, как эти дети, которые всему верят, то вы не войдете в Царство Божье. Вот для того, чтобы вам получить и сохранить веру, вам нужно быть, как эти дети, умолиться, быть, как эти дети, довериться. Довериться, довериться Богу, довериться Его Слову, полагаться на Его Слово, вот тогда вы свою веру сохраните и дойдете до конца. И поэтому, для того, чтобы нам, братья и сестры, сохранить нашу веру, чтобы лукавый нас не обманул, как сегодня мошенники обманывают людей, и люди добровольно отдают свои финансы, отдают свои деньги, продают свои квартиры, отдают, чтобы нас дьявол не обманул, чтобы мы, имея это спасение, не отдали, не потеряли. Вот нам нужно в вере возрастать и укрепляться. А для того, чтобы нам укрепляться, в вере, друзья, нам нужно возлюбить Слово Божье. Аминь. Аминь, братья и сестры. Вера слышна, не слышна Слово Божьего. Доверие Богу у нас будет появляться, возрастать и укрепляться, когда мы будем читать Слово Божье регулярно, пребывать в нем. Первое, что дьявол делает, начинает обманывать. Знаешь, ты Библию прочитал, уже ты все знаешь. Уже не обязательно тебе читать. Ты человек не глупый, ты все запомнил, ты все помнишь, поэтому не нужно. Но Слово Божье это есть хлеб насущный на каждый день. Слово Божье это есть хлеб, который нам нужно вкушать каждый день, как мы сегодня с вами питаемся. Слово Божье это есть вода, которую нам нужно пить каждый день. Вот точно так же для нашей уверенности, чтобы мы имели твердую уверенность, нам нужно вот это Слово Божье читать каждый день. Знаете, как интересно пишет Соломон, это притча 16-18 стих, 16-18 стих, погибели, предшествует гордость и падению надменность. Вот почему люди отпадают от Бога, когда они допускают свою жизнь надменность, что я уже что-то значу, что-то достиг. Вы знаете, когда человек гордый, он начинает на кого полагаться, надеяться? На себя. А чего я буду Богу молиться? Я сам могу. Да зачем мне читать Слово Божье? Да я не глупый человек. Я принял решение верить в Бога. Никто меня не обманет. Все, я спасен, я буду верить. Но знаете, и вот эта гордость приводит к падению. Почему сегодня люди порой отходят от Бога? Постепенно приходит гордость, надменность. Зачем читать Слово Божье? А зачем молиться, ходить в церковь? Зачем мне кого-то слушать? Я сам все знаю. И результат, смотришь, понятия может, как меня дьявол просто обманул, что я оставил свое спасение, отошел от Бога. Как так, что я перестал верить в любовь Божью, то о том, как сильно Бог меня любит, насколько Он благой, и как Он так не обманул? Постепенно. Гордость приводит к падению. Вот нам нужно быть смиренным людьми. Смиренный человек это тот, кто не полагается на себя. Он не превозносится. Вот нам нужно быть людьми, зависимыми от Бога, чтобы мы от Него не отступали, а понимали свою зависимость от Него, чтобы мы были Ему послушны. Он наш Спаситель. Нам нужно быть в этой корзине и сказать, что Господи Иисус, мы полностью Тебе доверяем и на Тебя уповаем. Мы будем делать все, что Ты скажешь. Мы будем жить так, как Ты желаешь, так, как Ты пожелаешь, потому что мы понимаем, что мы не сможем пройти по этому канату. Мы не сможем спастись. И поэтому мы полностью от Тебя зависим. И когда мы находимся в смирении, мы обретаем благодать, которая помогает нам спасаться, которая помогает нам сохранять веру, которая помогает нам в вере дойти до конца и сохранить наше спасение. И знаете, когда человек читает Слово Божие, это говорит о том, что он смиренный человек, он полагается на Бога. Но когда мы перестаем читать Слово Божие, это говорит о том, что гордость подошла. Мы перестали зависеть от Бога, мы перестали в Нем нуждаться, мы начинаем, наша жизнь приходит, подходит эта гордость, что мы можем сами спастись, дойти до конца, устоять в вере и так далее. И вот эта гордость приводит к падению. Вот нам нужно быть смиренным людьми. Смиренный человек, он будет зависеть от Бога, будет в нем нуждаться, он будет пребывать в слове, читать. И знаете, для того, чтобы нам сохранить веру, нам нужен Бог. Нам нужно исполняться Духом Святым. Нам нужно быть людьми, которые будут исполняться Духом Святым. Как мы это делаем? Павел пишет, молитесь языками. Когда вы молитесь на языках, ум ваш остается без плода, дух ваш назидается. Вы становитесь духовно сильными. Вы знаете, это такой огромный дар, который мы с вами имеем. Дьявол пытался много раз у людей отнять Библию. Дьявол пытался сделать так, чтобы люди не читали Библию. Дьявол сегодня делает все, чтобы сегодня люди не молились языками, не исполнялись Духом Святым. Но нам нужно быть людьми, стараться быть людьми, которые будут исполняться Духом, потому что Духом умершляем дела плоти. Дух нам Святой открывает истину, открывает нам правду. Он обличает ложь и обман. Духом Святым нам это открывается. Когда мы исполняемся Духом Святым, дьявол нас не сможет обмануть. Поэтому для нас это крайне важно. Живя в этом мире грешном, прелюбодеянном, где князь мира сего, это есть лукавый, который уловил в своей сети людей, которых используют для того, чтобы обманывать, для того, чтобы нам избежать этого лжи, обмана, нам нужен Дух Святой. Нам нужно исполняться Духом Святым. Нам нужно быть смиренными людьми, понимать, что мы не должны быть одиночками и пытаться быть независимыми от церкви, от верующих людей, что я там самостоятельно могу, спасался, верить мне никто не нужен. Вот это есть гордость, которая приведет к падению. Мы нужны друг другу. Нам нужна церковь. Нам нужно быть зависимыми от церкви друг от друга. Сегодня, знаете, кто-то нуждается в тебе, чтобы ты за Него помолился, чтобы ты Его вдохновил, ободрял, показал Ему пример упования, доверия Богу. И нам нужны люди, которые для нас станут также примером. Нам нужны люди, которые покажут нам пример, как доверять Богу, уповать на Него, надеяться. И мы нуждаемся, чтобы кто-то нас вдохновил и ободрил. Мы нуждаемся, чтобы за нас кто-то помолился. И Бог создал церковь, чтобы мы были едины, чтобы мы друг другу помогали, чтобы мы нуждались в друг друге. И это есть гордость, когда человек говорит, что я не нуждаюсь. Мне не нужен ни пастор, ни наставник. Вообще мне никто не нужен. Я сам буду спасаться. Знаете, вот это есть ложь, на которую человек попадает. Это ложь дьявола, которую дьявол сеет, что ты можешь независимо от церкви существовать. Тебе не нужна общение с верующими людьми. Тебе не нужно ходить на собрания. Ты сам можешь спастись. Это ложь. Если ты в нее поверишь, то дьявол тебя очень скоро обманет, что ты уже будешь жить без уверенности в своем спасении. Ты будешь пытаться полагаться на какие-то дела, чтобы спастись. Дьявол искусный обманщик. Вот для того, чтобы нам сохранить себя и избежать, и чтобы не попасть в эту ложь, нам нужно, мы нужны друг другу. Нам нужна церковь. Нам нужно ходить на домашние группы. Нам нужно быть в церкви, потому что здесь мы друг друга вдохновляем, ободряем, обличаем и наставляем, потому что в этом мы нуждаемся. Аминь. Когда, знаете, смотришь на жизнь Моисея, то видишь, что этот человек, он сохранил веру. Он был легендой, героем для своего народа. Он помог своему народу. Знаете, этот человек, он был очень смиренным. Мы видим, когда пришел Иофор, тесть, и начинают его наставлять, что слушай, Моисей, а ты неправильно строишь служение, ты неправильно делаешь. Знаете, что делал Моисей? Он принимал это наставление. Смиренный человек, он будет принимать наставление братьев, сестер. Он не скажет, а что вы меня тут учите? Да я сам знаю, как делать. Не надо меня учить, я еще сам кого-то научу. Но этот человек был смиренный. Он принимал вот этот совет тестия Иофора. Мы видим, как Моисей, он работал в команде. У него не было так, что мне никто не нужен. Со мной лично Бог разговаривал, поэтому мне никто не нужен. Но у него была команда, тысячники, сотники, десятчики. Люди, которые были рядом с Ним и с кем Он совершал служение. Это был смиренный человек. И сегодня, знаете, мы также нуждаемся в церкви, в команде, что мы вместе строим Царство Божье. Мы вместе совершаем свое спасение. И мы также видим, как Моисей не отказывался от поддержки. Когда была борьба с амаликитянами, и он молился, поднимал руки, то у него руки отяжелели, стали опускаться. И когда опускались руки, то израильтяне проигрывали. Подошли Ор и Арон, и они поддерживали его руки. И он принял их поддержку. Он не сказал так, слушайте, вы что тут, отойдите там, я сам справлюсь, не надо мне тут помогать. Но он принял эту поддержку людей, которые его поддерживали. Хотя великий человек Божий, пророк великий, лично с Богом общался, но он принял поддержку людей, которые пришли к нему на помощь. Вы знаете, это смиренный человек. Он скажет, слушайте, спасибо, что вы хотите мне помочь. Я принимаю поддержку, которую вы хотите мне дать. Я принимаю советы, наставления, и я нуждаюсь, чтобы мы были в команде. Я хочу быть частью команды, потому что вместе мы сможем много, и вместе мы дойдем до конца. Вы знаете, и поэтому нам нужно это смирение для того, чтобы принимать служение людей, быть частью церкви. Нам нужно смирение, чтобы мы нуждались в Боге, чтобы мы на Него надеялись, на Него уповали. И знаете, для того, чтобы нам сохранить веру, нам нужно себя хранить в святости. Когда мы доброизвольно начинаем грешить, это подобно тому, что мы с этой корзины вылазим. И вылазя с этой корзины, мы рискуем упасть, погибнуть. Поэтому вот будучи спасенными, нам не нужно считать, как порой некоторые думают, что благодать это, о, меня Бог спас, теперь я могу безнаказанно грешить, продолжать жить безнаказанно, совершать неправильные поступки. Нет, это очень опасно. Когда мы грешим, доброизвольно начинаем грешить, мы с этой корзины вылазим, и мы можем разбиться, мы можем упасть. И поэтому для того, чтобы нам сохранить веру, нам нужно хранить себя, бодрствовать, хранить себя от греха. Но если мы где-то, братья и сестры, согрешили, для нас есть благая весть. В чем? Написано, что если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, прощает нас. Когда мы исповедуемся, когда мы отворачиваемся от греха, от греха, Бог нас прощает, потому что он остается верным. Аминь. И знаете, вот благая весть, братья и сестры, это радостная весть для каждого из нас. Вот нам не нужно ее забывать. Когда-то мы ее приняли, вот нам нужно, вот как мы приняли, в этом утвердиться и в этом жить. Сегодня мы ходим в церковь не для того, чтобы нам спастись. Сегодня мы с вами молимся Богу не для того, чтобы спастись. сегодня мы стараемся исполнять заповеди Божии не для того, чтобы спастись, потому что мы уже спаслись хождением в церковь, своими молитвами, своими хорошими делами, поступками, исполнением заповеди. Мы не спасемся. Мы не спасемся, но мы спасаемся верой в то, что Христос для нас сделал. И мы спасаемся, когда мы возлагаем все свое упование на Него, что благодаря Ему мы спасены. И мы сохраняем это спасение, когда мы сидим в этой корзине. Мы храним себя от этого мира, от греха этого мира. Мы находимся в зависимости от Бога. Мы на Него уповаем, и мы в смирении. Мы в смирении, что Господи, Ты моя надежда упования. И мы нуждаемся в церкви, в наших братьях и сестрах. Мы нуждаемся в том, чтобы за нас молились. Мы нуждаемся в том, чтобы нам читать Слово Божье, молиться, поступать праведно для того, чтобы нам сохранить наше спасение, чтобы нам быть твердым в своей вере, в своем уповании на Бога, чтобы наша вера была тверда и непоколебима. Для этого сегодня мы с вами читаем, молимся и ходим в церковь, чтобы наша вера была непоколебима, чтобы мы были тверды в своем уповании на нашего Господа. Аминь, братья и сестры, и знаете, вот благая весть для каждого из нас, как мы прочитали, что заключается в том, что Иисус уже умер за все наши грехи. Цена заплачена. Он был погребен воскрес на третий день. И Ефесяна написано, что благодатью вы спасены и воскресли с Ним посажены на небесах во Христе Иисусе. Это уже совершилось, это у нас есть. Поэтому, братья и сестры, нет причин для печали. Аминь. Есть причина, чтобы мы радовались каждый день. Мы с вами спасены, идем на небеса. И нам нужно в этом укрепляться, утверждаться и это сохранять. И не принимать иное Евангелие, что нужно что-то делать для нашего спасения. Мы спасены. Но если мы спасены, то мы будем послушны нашему Богу. Мы будем смиряться пред Ним. Мы будем на Него надеяться. Мы будем любить Бога. Мы будем любить Священное Писание. Мы будем любить молитву. Мы будем любить братьев и сестер. Мы будем любить Церковь. И мы будем нуждаться в Боге, в Церкви, нуждаться в молитве, исполняться Духом Святым. Аминь. Давайте мы поднимемся. Хотел задать вопрос. Может быть здесь человек, вы еще никогда не молились молитвой покаяния. Сегодня мы хотим сказать, что Бог вас очень сильно любит. Он желает простить вам ваши грехи. Если вы здесь, вы хотите помолиться этой молитвой, поднимите свою руку, дайте нам знать. Все спасены, все примирились. Может быть сегодня вы с нами онлайн. Мы хотим вам сказать, что Иисус Христос, Бог Отец вас любит. Иисус ради вас пришел на эту землю. Он вместо вас умер и воскрес для вас, чтобы вы имели вечную жизнь. А ее нужно просто принять верой, исповедать свою веру и призвать Бога в свою жизнь, попросить у Него прощения и принять этот дар. И мы хотим вам дать эту возможность примириться с Богом. И мы хотим вам помочь помолиться этой молитвой. Пожалуйста, повторите слова молитвы вместе с нами, обращаясь к Богу. Отец Небесный, я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи, воскрес на третий день. Я прошу Тебя, Господь, прости мои грехи, вводи в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. И я благодарю Тебя за прощение грехов, дар вечной жизни. Аминь. И если вы так помолились, то, пожалуйста, позвоните нам по телефону горячей линии. Мы хотим с вами познакомиться и помочь вам укрепляться, возрастать вере. И давайте мы вместе с вами помолимся, поблагодарим нашего Бога за этот дар, который мы с вами имеем. Мы счастливые с вами люди. Бог не вменяет нам нашего греха. Мы не несем наказание. Христос понес. А мы это принимаем. Принимаем верой. И мы в этом живем. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты не по нашим делам воздал нам. И мы ничего не сделали. И нам ничего не нужно делать для того, чтобы мы были посажены на небесах. Но это уже совершилось благодаря Иисусу Христу. Благодаря тому, что Он пришел в этот мир для того, чтобы взять на себя наши грехи, мои грехи взять на себя. И Он пострадал, умер, был погребен и воскрес для моего оправдания. И сегодня мы во Христе ожили, во Христе воскресли, и сегодня во Христе мы посажены на небесах. И это навсегда Бог нам даровал, а мы верой приняли Господь. И я молюсь, мой Бог, дай нам мудрости, Господь, в это верить, и все свое упование, всю свою веру возложить на Тебя, Христос. То, что Ты нас доведешь до небес, то, что Ты приведешь нас на небеса, Бог, дай нам мудрости доверять и уповать, и все, что нам поможет доверять и уповать, это наше смирение. Помоги, Бог, нам быть смиренными людьми, чтобы, Бог, мы никогда в своем сердце не сказали, что мы можем быть независимы от Бога, что нам не нужно быть так зависимым от Бога, нуждаться в Нем, но я молюсь, чтобы мы в Тебе нуждались, любили Твое Слово, потому что Слово Твое, оно вселяет в нас эту уверенность в своем спасении, помогает возрастать нам в вере, я молюсь, чтобы мы возлюбили Твое Слово, я молюсь, чтобы мы исполнялись Духом Святым каждый день, потому что Ты Духом Твым Святым ведешь нас в небеса, и Ты помогаешь нам избежать все те ловушки, которые дьявол ставит, Твой Дух Святой помогает нам, Он вскрывает всякую ложь, которую дьявол пытается посеять в наши разумы, Он пытается нас обмануть и лишить нас спасения, но Ты, Дух Святой, нас ведешь, направляешь, и я молюсь, дай нам мудрости исполняться Духом Святым, чтобы мы непрестанно молились языками, исполнялись Духом во имя Иисуса, помоги Бог нам быть смиренными людьми, чтобы мы не сказали в своем сердце, что мы ни в ком не нуждаемся, что нам никто не нужен, нам не нужны чьи-то советы, нам не нужна чья-то помощь, и мы не хотим с кем-то сотрудничать, с кем-то что-то делать, но я молюсь, Бог, чтобы мы искали эту возможность, чтобы нам иметь это тесные, близкие отношения с нашими братьями, сестрами, я молюсь, чтобы мы не отходили от церкви, любили церковь, любили общаться, чтобы мы, Бог, принимали служение, когда нам кто-то помогает, чтобы мы принимали эту помощь, чтобы Бог принимали этот совет во имя Иисуса, и я молюсь, чтобы мы будут служить другим, помогать, поддерживать во имя Иисуса Христа, я молюсь, чтобы у нас были разные взаимоскрепляющие связи во имя Иисуса, помоги, Бог, нам быть людьми укорененными, прилепленными к церкви, к нашим братьям, сестрам во имя Иисуса Христа, Я молюсь, Бог, дай нам мудрости, чтобы мы хранили себя неоскверненными в этом мире, бодрствовали. А если мы где-то не пободрствовали, согрешили, помоги нам, Бог, нам бежать к Тебе. Потому что тогда, когда мы исповедуем, когда мы отворачиваемся греха, Ты нас прощаешь и принимаешь, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты неизменный Бог. Ты любящий, милостивый. И Тебе, великий Бог, да будет вся слава. Хвала Тебя, Бог наш, во веки веков. Аминь. Слава Богу.